Здравствуйте! В предыдущем видео я показал, как я делал массовую оптовую заготовку щитов для столярного изделия, которое называется стеллаж. И сейчас настало время для формирования окончательного размера деталей, презерования пазов, присадки шкантов. Я покажу, как я это буду делать. Меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Но сначала я хотел бы показать следующее. Учитывая то количество работ, которое мне предстоит сделать, я решил подготовить рабочее место. Здесь опять мне в помощь пришли подставки для моих трубок струбцин, на которых я производил склейку, и закрепил на них бруски из-за меньшейся у меня обрезков. Для чего я это сделал? Дальнейшая обработка щитов предполагает различные манипуляции с каждым щитом. Это и обрезковый размер, это и обработка кромки, это фрезерование пазов, это присадка шкантов и так далее. Большинство этих операций будут выполняться по направляющим. И я решил, что более удобно будет, если у меня щит не будет лежать на столе, а будет подвешен над столом, чтобы была возможность любую из направляющих снизу прикрепить струбциной. Именно поэтому я щит поднял над столом, и у меня внизу есть свободное пространство. В качестве базы я выберу заднюю кромку щита, ну и проверяю, соответственно, ровность этой базовой кромки. Как правило, она ровная, но бывают ситуации, когда в связи с, может быть, неравномерной затяжкой щита при склейке и так далее, кромка у нас неровная. Вот я подготовил фрезер для работы. Щит у меня закреплен, надежно лежит на столе. Я буду прижимать фрезер вот этим краем подошвы, потому что, во-первых, я получу в этом случае максимальную площадь опоры фрезера на щит. Ну и, во-вторых, я предпочитаю работать по скругленной кромке подошвы, а не по прямой. Работая по скруглению подошвы, я всегда буду получать расстояние одинаковое до фрезы, даже если у меня фрезер будет немного перемещаться в горизонтальной плоскости. Щит большой и тянуть его на фуганок. Ну, это нужно было за пленным искусством, чтобы такой большой щит на небольшом фуганке выровнять, выровнять его кромку. Поэтому, ручной фрезер по направляющей. Ну, я получил базовую кромку для дальнейшей работы. Очень быстро, очень надежно, очень просто. Это у меня боковая стенка. Причем, это внутренняя сторона боковой стенки, та нижняя сторона у меня будет наружной. Имея базовую кромку, я относительно нее буду производить всю разметку. Для разметки я всегда выбираю одну рулетку, которой я буду размечать все детали на своем изделии. Просто потому, что есть риск, что рулетки могут казаться немножко разными. Они не премиум класса, достаточно дешевые. Надежные, удобные, но при этом дешевые. Вот, поэтому лучше исключить другие рулетки, чтобы не вызвать дополнительных ошибок. Я фиксирую рулетку на отметке 100 миллиметров с помощью прищепки или струбцин, ну, как будет удобно. И относительно этой базовой точки уже произвожу дальнейшую разметку. Главное, не забыть ко всем размерам, которые у меня есть на чертеже, добавлять 100 миллиметров. Очень обидно бывает, когда отрезаешь деталь на 100 миллиметров короче. Это у нас боковая стенка. Гористональная полка к вертикальной боковой стенке будет крепиться с помощью нескольких одновременно столярных соединений. Переоценение шиканты, которые, в принципе, и сами по себе будут держать достаточную нагрузку. Здесь изделие будет собираться на объекте. Я эти полки буду крепить к вертикальной стенке с помощью косого шурупа непосредственно на месте. Я не буду там использовать клей. Ну, и под каждую из полок я фрезерую еще паз. Это сделаю по двум причинам. Первая, ну, это будет дополнительно усиление конструкции, потому что я не знаю, насколько эти полки будут нагружены, а лишняя простить в этом случае не помешает. Ну, и вторая причина, она больше эстетическая, потому что даже вот на примере двух этих обрезков гораздо приятнее, на мой взгляд, выглядит вот такое соединение, когда смотришь на него сверху, и свет направлен сверху вниз, и стыка практически не видно, чем когда это будет выглядеть вот так. Поэтому мы вот эту горизонтальную полку немного заглубим внутрь вертикальной стенки, и таким образом мы получим вот такое соединение. Хотелось бы, чтобы эстетика тоже присутствовала. Пересаживать отверстие я буду с помощью присадочного фрезера. Для того, чтобы минимизировать разметку, при этом не потеряв точность в сопрямуемых деталях, я буду использовать такое самодельное пособление. Оно сделано по аналогии с линейкой производства того же, что и сам фрезер, то есть производство мафеля, но сделано самостоятельно. На двух словах, все эти шипы и пазы на рейке были сделаны способом аналогичным, как делаются шипы и пазы на ящичных соединениях. То есть на фрезерном столе, каретка, и через равные промежутки на рейке, диаметром 16 мм, делаются последовательные все эти отверстия. Дополнительный шаблон, у которого расстояние до грани 65 мм, что соответствует на фрезе расстоянии между осью фрезы и крайней точкой упора, которая находится на площадке. Сразу обращу внимание, здесь есть шкант, который изначально был установлен, был установлен на фиксированном состоянии, при котором первое отверстие, фрезер, пробьет на расстоянии 16 мм от стенки. Установка случается в следующем. Я совмещаю риск, который я сделал по центру нашей полки, с гранью, с краем шаблона, и креплю с одной стороны. То же самое делаю с другой стороны. Дальше в соответствии модели мы должны определиться, на каких позициях по линейке у нас будет устанавливаться фрезер. В данном случае я определил для себя позиции следующие. Вторая, седьмая, двенадцатая и семнадцатая. Ну и запомнив эти, эту подсоединительную чисел, 2, 7, 12, 17, я буду их использовать на всех остальных соединениях, буду универсально долбить отверстия на этих позициях. И то же самое потом я буду делать на полках. В данном случае из настроек фрезера у нас выставляется только глубина фрезерования. При толщине щита 25, я и буду использовать шканты длиной 40 мм, буквы. Поэтому фрезерование на стенке выставляю на глубину 21 мм. Подснили пылесос, выставляю фрезер на вторую позицию. Прижимаю, соответственно, и фрезеруя. Теперь седьмая позиция. Двенадцатая позиция. И семнадцатая позиция. Таким образом, потратив некоторое количество времени на изготовление линейки, я сейчас не трачу время на вот эту разметку всю. То есть я делал отверстия без разметки. Переходим мы к следующей полке. Ну, хочу показать, как это в результате выглядит. То есть на следующих этаж я разметку буду наносить по оси полки. Наверное, это будет более правильно. Маленькая столярная хитрость. Лайфхак, так что называется. У нас есть брусок. Его длина 155,6 мм. Нам нужно сделать 155 мм ровно. Как ты можешь сделать на пиле? Как я это делал на пиле? Я прикладываю брусок и упираю. Его точно к диску прижимаю. После этого надавливаю на брусок, чуть сгибая этот диск. Поднимаю. Делаю распил. 155,1 мм ровно. 155,1 мм ровно. Усилие руки достаточно для того, чтобы сдвинуть диск и сделать пропил на полмиллиметра. Может, кому-то пригодится. Вот я сейчас фрезеру пазы поверх тех отверстий, присаженных дибельным фрезером, которые я уже набил. Но есть некоторые нюансы. Возможно, некие погрешности. Все-таки работа бручным инструментом, карандашной линией, толщиной и так далее. Сейчас, когда мы фрезеруем паз, наша задача сделать так, чтобы отверстия проходили точно по оси паза. Если это будет не так, и отверстия будут в пазу смещены, то это может вызвать существенные сложности при последующей сборке. Чтобы определить точное расстояние до отверстий, я сделал два вот таких грузка, равные в точности расстоянию от центра фрезы. Вот так покажу. От центра фрезы, от оси фрезы до края подошвы. То есть я в данном случае ставлю свои поверочные бруски по краям щита. Исходя из предположения, что все-таки у нас отверстия, если даже они смещены, и есть погрешность по размерам, то они все-таки находятся на одной линии, поскольку изначально мы фрезеровали по шаблону, а шаблон ровный. Мы прижимаем упор плотно к направляющим брускам. Снимаем бруски. В данном случае упор у нас находится слева, поэтому мы фрезеруем в направлении от себя, чтобы при фрезеровании фрезер прижимался к упору. Если мы будем фрезеровать на себя при левом положении упора, у нас есть рельс, что фрезер может уйти, его может вытянуть, и паз получится крем. Что мы получили? Как проверить, что у нас все совпало? Мы вставляем сюда шкант и измеряем расстояние до шканта до стенок. 8,4 с одной стороны. 8,48 с другой. Погрешенность этого штангной циркуля такова, что я считаю, что с обеих сторон у нас расстояние одинаковое. Призажены все отверстия на боковых стенках, сделаны пазы, чтобы у них были вставлены полки. Теперь следующая операция по моей технологической карте это обрез щитов в размер. Резать я буду с помощью циркулярной пилы и вот такой самодельной бюджетной шины. Бюджетнее бывает только брусок прикрученный непосредственно к заготовке. Но я сделал шину, мне казалось, она удобнее и периодически я ее снимаю со стены и с ней работаю. Пару слов об изготовлении этой шины и ее применении. Сделана она из фанеры, в данном случае у меня 8 мм, к которой прикручены две полосы. Я прикручивал одну из полос к пластине, вставил на нее полоску подошву пилы, подкладывал с другой стороны сложенный вдвое лист бумаги, чтобы был какой-то зазор между двумя полосками, чтобы она как-то ходила. Вот. И в этом состоянии фиксировал с рубцинами полосу в начале и в конце и проверял уже в середине. После этого прикручивал. После этого я сверлел обычным перьевым сверлом эти отверстия. О них будет сказано чуть позднее. И только после этого делал пропил диском. Для чего нужны эти отверстия? После того у нас есть разметка на детали мы через эти отверстия можем видеть где непосредственно пройдет наш диск. И это проще сделать чем через пропил который существует. У этой шины в комплекте с этой пилой есть один существенный недостаток. Я не рассчитал в самом начале приготовления. То есть когда диск опускан достаточно низко пила двигателем упирается в струбцины. Сейчас мне пришлось поменять струбцину на более низкий. Но в идеале конечно можно сделать вот эту полку немножко побольше и прижимать струбцинами вот здесь чтобы двигатель не доставал до струбцины. Тогда будет общий диагноз. Попробую распилить. Это конечно не погружная пила. Смотрите. результат меня устраивать настала очередь присаживать отверстия в торцах полок как видите я вернул на место упоры которые первоначально использовал для трубных струбцин на который последствий поставил рейки и с этим упором удобно работать с длинными щитами поскольку есть возможность любом месте щит зафиксировать и это на мой взгляд ним несколько удобнее чем на перфорированном столе тем больше что перфорированного стола у меня нет ну и я буду естественно пользоваться присажившим фрезером сейчас передвину камеру поближе продолжу бить отверстие буду без разметки а пользуюсь все та же лейкой которой я пользовался при присадке отверстий на стенках то есть та же сам линейка там я бил отверстия на расстояниях 27 12 и 17 шагов позиционирует линейку я буду следующим образом я использую шкант как упор для того чтобы выставить ее по этой оси для принять расстояние от кромки я буду использовать то же самое распособление которое использовал его ширина в точке равна расстоянию от края платформы до оси отверстий то есть вот таким образом выставляю с одной стороны фиксирую линейку и с другой стороны прижимаю тоже фиксирую линейку на всякий случай зафиксирую щит чтобы он не двигался при надавливании фрезера ну и готова фрезеровать естественно что я отрегулировал фрезер я выстроил глубину фрезерование на 23 миллиметра не расстояние от поверхности полки до оси фрезер 12 половиной соответственно 27 12 17 дальше переворачиваю щит и теперь пряжем от этих отверстий 27 12 17 но понятно что качество отверстий здесь не вызывает вопросов ну и опять же присадка держите без разметки существенного ускоряет весь процесс не обходится без косяков конечно вот что бывает когда отвлекать телефонный звонок набил отверстия с одной стороны разобрал все крепления все струбцины снял в этот момент раздался звонок поговорив и не перевернув щит закрепила ли линейку с другой стороны на другую сторону и пробил еще ряд отверстий только потом когда снимал струбцины обратил внимание что белого оба раза отверстия с одной стороны но они скроются их видно не будет понять шишканты наверно во все эти отверстия забивать не буду никто об этом не узнает следующая операция я думаю что во второй части я отправить не закончу третьей части я покажу шлифовку нынешнее лак красочное покрытие окончательно сборка на объекте возможно полную сборку на сухую производить не буду мастерской недостаточно места для этого я рискну и оставлю полную сборку на объект возьму с собой дополнительный инструмент продолжение следует